Спасибо. Я, может быть, тоже несколько слов попытаюсь сформулировать свое введение сегодняшнего темы и разговора. И начало бы я с того, что я думаю, что было бы правильно, если бы сложилась, в конце концов, ситуация такая, когда приватизация не является потрясением. То есть, чтобы приватизацию не рассматривать как какое-то изменение каких-то столпов общества или как крушение каких-то основополагающих идеалов и так далее. Приватизацию я бы, ну, в позиции экономического, в частности, не бухгалтер, а все-таки экономического, рассматриваю просто как один из обычных таких приемов государственного регулирования экономики. Может, чуть громче, а то вы услышали. То приватизация, то национализация. Это, в общем-то, обычно не должны быть такие государственные приемы регулирования экономики. Ничего такого здесь, какого-то потрясающего, по идее, быть не должно. Поэтому национализация, это не должна быть каким-то потрясением общественным. И в этой связи, что бы я хотел сказать. На сегодняшний день ситуация, конечно, и неудовлетворительна в экономическом плане, и имеет негативные тенденции, в общем-то, тревожная, опасная. И поэтому любое предложение такого фундаментального характера, конечно, вызывает у людей и надежду, и вызывает интерес, как это может быть реализовано. Я думаю, об этом стоило как раз и говорить, о том, как это может быть реализовано так, чтобы в итоге ни общество, ни люди не пострадали. И обсуждать это именно с позиции экономических, прежде всего. Но это как бы в ракурсе моих интересов, конечно, все, что здесь было сказано, все очень интересно, очень, в общем-то, и познавательно, и, мне кажется, значимо. Но вот с позиции экономической, мне кажется, главное обсуждать, как это может быть сделано, а не к чему это приведет и какие-то изменения, там, сказать, установки морально-нравственные и так далее. И в этом смысле, я думаю, что очень есть у нас такая возможность обсуждать, как это можно сделать с помощью тех идей, которые разрабатывал Владимир Иванович, насколько я знал, продолжая этим заниматься, я говорю о так называемом социальном пае. То есть вот эта идея социального пае, она, мне представляется, может быть, не безупречной, в ней много есть неясных каких-то моментов, которые должны быть разъяснены, но это, по крайней мере, хоть какой-то инструмент, который может быть использован для вот той же самой национализации, или, наоборот, деприватизации и так далее. В общем, каких-то таких крупных изменений. Тут же хотел бы сказать, что помимо национализации для того, чтобы изменить существующие условия экономической деятельности, существует и такой способ, как, скажем, протекционизм. Тоже, в общем-то, мне кажется, достаточно интересный подход для того, чтобы именно государственный, именно народные интересы каким-то образом охранять. Вот такие формы, как государственный протекционизм, тоже могла быть использована вот в рамках этой политики национализации и развития государственного регулирования экономики. Ну, что касается вот некоторых высказываний, я бы все-таки не стал говорить о том, что у нас вся существующая политика и такая стратегия простирается только лишь до 2020 года. Уже сейчас существуют социально-экономические стратегии до 2030 года. Так что 2020 – это уже пройденный день, теперь уже у нас 2030 присутствует достаточно так активно. Это умение экономного развития и у других структур. Нет, развитие. А его есть? Его ликвидировали. Ну, соответствующая правительственная программа. И экономики. Экономики? Министерство и экономики. Ну да, министерство и экономики. Ну, тем не менее, программа 2030 существует, и как ориентир, и сейчас многие какие-то идеи, они корректируются или ориентируются на эту программу. Самое, наверное, мне кажется, главное для того, чтобы поставить вот идея национализации, наверное, такая, чтобы поставить все богатства общества на службу народа России. Вот это, наверное, главная мысль. А как это будет сделано, это уже вторично. И в этом русле, мне кажется, все-таки нельзя забывать, вот я говорил про протекционизм, нельзя забывать о реиндустриализации. Той, которая была у нас еще в 30-е годы, в конце 20-х, 30-е годы. Что дало возможность, в общем-то, очень резко и очень существенно увеличить значение России в мире, как, так сказать, субъектом и геополитики, и политики, и экономики. Поэтому вот эти вот моменты могли бы тоже нами рассматриваться более, мне кажется, предметно, более конкретно. Ну, а в целом, я думаю, что хотел бы уже, в общем-то, не занимая больше вашего времени, я думаю, что, в общем-то, и сама эта тема, она достаточно перспективна и заслуживает более предметного рассмотрения на том же самом Московском экономическом форуме. Но тут какая есть просьба или, может быть, пожелание сделать так, чтобы результаты этого форума были бы доведены до общественности, научной общественности. Потому что в прошлый раз Московский экономический форум, он так и не разошелся, так сказать, и люди многие не узнали о том, что там говорилось, как говорилось. Поэтому вот публиковать эти материалы было бы очень, скажется, здорово. Спасибо.